Всех приветствуем! Утро доброе! В студии по традиции Елена Пасечина и Яна Лиев. И как твое утро началось, Лен? Ну что, хорошо, утро началось, спасибо, все по плану. Как твое утро? Тоже замечательно, но проснулся на самом деле раньше будильника, потому что ворочался всю ночь. Не знаю почему, наверное, потому что погода меняется и приходит весна уже уверенно, наверное, давление скачет вот в воздухе. А может потому что уже солнышко и вставать уже все легче? Да, на самом деле, когда утром во сколько? Часов в 7 уже, да? Уже полностью светло, а в 6 утра уже светает, уже чувствуешь, что уже не ночь, что утро близко. Так что все просыпаемся, друзья. А знаешь, у меня тоже утром-то история была. Я варила кофе, ну, в турочке, как обычно в турке, да? И как обычно с утра? У тебя есть время с утра в турке сварить? Есть, нахожу. И как обычно утром делаешь несколько дел одновременно. Ну, и, значит, я кофе на плите поставила в медленный огонь и думаю, ну, сейчас еще успею контейнер с обедом достать, с собой взять, да, в офис на работу. Делаю, но сама-то знаю, что кофе там вот-вот уже подойдет, будет готов. Быстро поворачиваюсь к плите и вижу вот уже эту горку кофейную, да. Пепенку эту, да? Быстро убираю, значит, турку с плиты. Думаю, ну, фуф, удача успела. К чему, значит, собственно, я это рассказываю? Что я задумалась? А что такое, в принципе, удача? И какое место она занимает в нашей жизни? И как вот эта самая удача получается с нами, с людьми? И как можно привлечь ее? Вот через кофе вышло вот как-то такие выяснения. По-моему, утро – самая идеальная пора, чтобы подумать об удаче. Голова как-то работает, прямые мысли такие вот, да. Действительно, что для этого нужно? Вот удача, ну, что такое удача? Это благоприятное стечение обстоятельств, и оно определяет, в принципе, благоприятный исход какого-либо действия или события. А вот привлечь ее пытаются многие, но улыбается она далеко не всем. Да, и можно приманить удачу, применить какие-нибудь амулеты, символы. Ты в это веришь? Ты знаешь, особо нет. Ну, почему бы и нет? Но самовнушение иногда помогает, согласись. Если в это верить, да? Да, да, это точно. Например, что у нас там? Подкова, подкова, например. А кто-то держит дома, я слышал, золотых рыбок в аквариуме. Или носит с собой изображение клевера с четырьмя листами. Да, или мы просто начинаем каждый день с улыбки, отпускаем все негативные эмоции. Точно, воспринимаем окружающий мир дружелюбным и становимся интересными в первую очередь для самих себя. Вот на сто процентов с тобой согласна. Ну, а далее предлагаю узнать, какие события произошли в этот день в разные годы. Ну, что же, как и сказала ранее, поговорим о событиях, памятных датах и интересных фактах, произошедших в Казахстане и в мире в этот день. Ну что ж, поехали, как говорил один известный человек. Итак, не совсем этот день, а вчера, 2 апреля, в Казахстане отмечался День геолога. Это профессиональный праздник геологов и людей всех профессий, связанных с поиском и добычей полезных ископаемых. Также свой профессиональный праздник вместе с казахстанцами отмечают геологи Белоруссии, России, Кыргызстана, Украины. В 2013 году в Алма-Аты в память о выдающемся хирурге, обладавшем филигранной техникой и широким профилем, в Нуртасе Козыбаеве появилась мемориальная доска. Нуртаса Козыбаева называли хирург от Бога и золотые руки казахстанской хирургии. Нуртас Кокимжанович говорил, профессия врача требует большой самодачи, это бессонные ночи и огромная ответственность. У вас не будет ни суббот, ни воскресенья, ни праздников. Если вы к этому не готовы, хорошего врача из вас не выйдет, а быть плохим не стоит. По-моему, на самом деле, очень мудрые слова. Согласна с этим? Согласна. Идем дальше. В 2010 году Общественный фонд Социальный консорциум Ассамблеи народа Казахстана создал Театр нации Казахстана. Театр направлен на объединение творческих сил страны, создание новых спектаклей, отражающих сегодняшний день Казахстана. В театре ставят новые или специально созданные пьесы отечественных драматургов. К постановкам привлекаются как известные, так и молодые режиссеры с современным театральным мышлением. Театр осуществляет свою деятельность в форме антрепризы. Спектакли могут идти на нескольких языках одновременно. Это первый в Казахстане подобный театр. Интересно. В 2012 году в состав всемирно известного виртуального хора американца Эрика Уитакера вошли двое казахстанцев. Суть этого фантастического проекта в следующем. Тысячи людей со всего мира, не видя друг друга, поют заданную композицию на камеру, отсылают записи виртуальному дирижеру, а тот склеивает их голоса вместе и получает мелодию невиданной красоты и мощи. Эрик Уитакера успешный композитор, лектор и лауреат престижной премии Гремми. Виртуальный хор – это один из самых необычных и интересных проектов американца. Ты знаешь, я не знаю, видел ли я непосредственно этот проект, но я видел, когда начинает один, например, музыкант играть, потом кадр делится, ну, картинка делится на две части, присоединяется второй. И так до тех пор, пока калейдоскопом не выстраиваются там и сотни разных маленьких квадратиков на одном экране в телевизоре. Видела такое? Такое тоже я видела, но здесь тут пишут, что тысячи, да? Да, тысячи. Представляешь, тысячи. По-моему, это очень круто. А во всем мире сегодня празднуют день рождения мобильного телефона. Это знаковое событие, ставшее впоследствии днем рождения мобильного телефона, произошло 3 апреля 1973 года. В тот день инженер компании Моторола Мартин Купер совершил первый звонок по мобильному телефону. Еще сегодня праздник, который не наш. Интересно, почему? Потому что сегодня день отказа от скучной работы. И это точно не наш праздник. Это точно. Наша работа всегда динамичная, интересная и точно держит нас в тонусе. Надеемся, у наших телезрителей и так же. Ну вот такими событиями нам запомнился этот день. А далее узнаем о культурных мероприятиях Караганды и Тимиртау на ближайшие дни. 3 апреля во Дворце культуры Граников представят уникальную программу музыки известного британского композитора Макса Рихтера. С творчеством карагандинских художников можно познакомиться в Карагандинском областном музее изобразительного искусства с 3 апреля. 4 апреля Русский драматический театр имени Станиславского приглашает на эксклюзивный спектакль «Раневское. Сквозь смех и слезы». 5 апреля Карагандинский областной музей изобразительного искусства представит выставку «Мы, дети галактики». 6 апреля Русский драматический театр имени Станиславского приглашает на трагикомедию, разговор которого не было. 8 апреля на территории арт-пространства «Свинцовый дирижабль» выступит группа «Клиент». Русский драматический театр имени Станиславского 8 апреля представит музыкальную сказку «Кого любит светофор». Музыкальную сказку «Оранжевый ёжик» представит Тимиртауский театр для детей и юношества 8 апреля. В Карагандинском цирке 8 апреля состоится грандиозное цирковое шоу «Эксцентрико». Русский драматический театр имени Станиславского 8 апреля покажет спектакль «Знойные мамочки». Тимиртауский театр для детей и юношества покажет драму «Вайфай» — это история о подростках и взрослых, которые вместе пытаются разобраться в своих непростых взаимоотношениях. 9 апреля Русский драматический театр имени Станиславского покажет сказку «Волшебное заклинание». Тимиртауский театр для детей и юношества 9 апреля представит стендап-ферию «Стендап на четырёх лапах». До 9 апреля в Карагандинском областном музее изобразительного искусства проходит фотовыставка учащихся школы искусств номер один «Мир глазами детей». 9 апреля Русский драматический театр имени Станиславского покажет русский народный мюзикл «Баба Шанель». Мы продолжаем разговор о профессиях, и сегодня у нас снова в гостях Иван Небесный, профессиональный бодибилдер, участник и творческий человек. Здравствуйте, Иван, ещё раз. Доброе утро всем, прекрасного дня. Человека, тренирующегося с целью увеличения объёма мышц, называют культуристом, ну или бодибилдером. В разговорной речи «качком» вас когда-нибудь называли «качком» и цепляло ли вас это вот прозвище? Кому, например, не нравится, когда называют «качок» как оскорбление? Вы как воспринимаете? Сейчас скажу. Первоначально, наверное, я это воспринимал как похвалу, да, наверное. О, смотри, смотри, «качок», «качок» пошёл, «качок» пошёл. Это, наверное, вот «качок», это у нас, наверное, с постсоветского пространства «качок» идёт, да. Потом, когда знакомый один, он говорит, у него когда-то спросили, он говорит, что, ты качаешься? Он говорит, я на качелях, на качелях качаются, говорит, а я спортом занимаюсь, я бодибилдингом занимаюсь. И на меня тоже вот настолько это засело в голову, я говорю, я не «качок», говорю, я бодибилдинг, это разные вещи, говорю, вот. Я честно хочу сказать, я как бы абсолютно, мне это никак не обижает, никак-то меня не отражает, никак меня не задевает, честно. Поговорим о пользе и вреде культуризма. В чем, на ваш взгляд, вред? Вред, наверное, это, знаете, это когда идёт подготовка к самим соревнованиям, и когда ты начинаешь себя ограничивать в очень многом, когда тебе нельзя сладкого, да, а мозгу нужна глюкоза, откуда нужно её потреблять, да, не знаю, те же самые ограниченные фрукты, это маленькие количества, тебе их нельзя есть. Вот из-за этого происходит стресс какой-то, да, и, наверное, нормальное, ну, я, наверное, не скажу, что большой вред такой, да, потому что мы много это всё заменяем витаминами, спортдобавками, да, какими-то, что-то такого ещё плана. Возможно, ещё организм привыкает, скажем так, к нашей повседневной еде, и когда, вот то, что касаемо меня, когда я исключил перед соревнованиями, всё сладкое, то, что вот шоколадки, да, всё-всё-всё-всё, это вот мороженое, конфеты, и когда закончились соревнования, мне захотелось есть шоколадку, но я когда стал её кушать, честно, у меня настолько рецепторы все были обострённые, что мне эта шоколадка показалась настолько горькой, она настолько сладкая-сладкая-сладкая, и говорю, как это можно есть? То есть мы сами себя люди, да, наверное, уже в этом загоняем себя в неправильное питание какое-то. Вот как многие, помните, да, говорили, что вот тогда, в советское время, что почему американцы все толстые? Потому что фастфуд, сладкого очень много, доступно очень много еды, там колы, всё такое. В принципе, у нас потихоньку, потихоньку это идёт, ну, возможно, у нас люди как-то больше с мозгами дружат, да, нежели чем там, и нету такой вот регрессии в сторону расплыва, скажем, человека. Но мы же сами сказали, что при этом правильно питаться довольно недешёвое удовольствие. То есть получается, что люди, которые питаются фастфудом, в какой-то степени экономят? Скорее всего, да. Ещё, знаете, сейчас скажу, что питание фастфуда – это доступность и лёгкость. Зачем готовить, если можно пойти, вон, купил, съел и побежал. Я скажу тоже, да, что я не безгрешен в этом плане, как мы и все, в принципе-то, да. Но касаемо, вот как раз-таки опять, многие говорят, почему вот качки, вот, да, к примеру, там, опять-таки качки, да, спортсмены, да, все, вот почему они едят, и у них ничего этого не вылазит, ни пузо там, да, ничего, то же самое фастфуд они едят. Я говорю, вы не сравниваете, потому что, говорю, эти люди занимаются, говорю, в зале настолько разогнанный метаболизм у людей, они съели, и это… Все усвоилось. Все сгорело моментально, говорю. То есть в чем заключается, когда, скажем так, человек начинает разносить в плане полноты? То есть потребление большего числа калорий, ниже чем он их тратит. Вот и все. Можно сказать, что в этом польза культуризма бодибилдинга. Ну, да, да. То есть можно иногда себе позволять что-то съесть такое, что легко очень полностью усвоится, потому что ты будешь интенсивно заниматься в тренажерном зале. Да, но еще, скажем, бывают тоже у меня такие срывы, к примеру, да, что вот наелся на ночь сладкого. Ну, наелся, наелся, что делать? Завтра, допустим, я даю себе вот эту двойную нагрузку в зале, чтобы все это выгнать. Все тогда. А можно ли отнести к вреду культуризма, что организм постоянно подвержен перегрузкам, особенно перед соревнованиями? Конечно. Физически, я имею в виду. Конечно, да. Это, да. Это идут нагрузки, идут колоссальные нагрузки идут, это идут стрессы колоссальные идут. Наверное, в этом случае, то есть неподготовленному человеку без тренера, без мастера спорта, который будет вести тебя в тренировках, в питании следить, лучше не начинать самому. То есть это все равно должен быть человек, который со стороны может помочь. То есть должен быть, скажем, предводитель, должен быть твой учитель, должен быть, как мы говорим, сенсей. У вас был сенсей? Конечно, да. Вот Иван Афанасьев, это который действующий бодибилдер, он чемпион мира, он сейчас уехал в Москву. Он же, получается, меня первый раз и подготовил, и вот меня тащил дальше, дальше, дальше. Благодаря ему, то есть его указке, да, все дальше пошло у меня. Теперь я, скажем, сам уже. То есть он дал вам систему, по которой вы теперь занимаетесь? Да, да. Хорошо. А вот главную пользу бодибилдинга в чем можно выделить? Какая главная польза? Ну, помимо внешнего вида, допустим. Тут такой спорный вопрос, да, здоровый и нездоровый организм. То, что касаемо, скажем так, многих известных именитых спортсменов, бодибилдеров, очень многие принесли операции на суставы, там, да, именно суставы всегда страдают. Но то, что касаемо сердца, почек, печени, да, настолько они очень крепкие и сильные. За счет кардионагрузок? Конечно, за счет той силы, которую ты выдерживаешь. Потому что даже когда я ходил сдавать анализы очередные, то есть как-то сезонно, как мы все сдаем, и доктор мне сказала, что у вас все завышено. Но это нормально для вас, это нормально, потому что вы занимаетесь. Для рядового человека, не имеющего отношения к залу, это будет уже патология или это будет не норма. Для вас это норма, все. Иван, а вот скажите, мы затронули тему так называемой химии, как ее называют в простонародье, вот анаболики, повышенная какая-то концентрация витаминов, минокислот, протеинов и так далее. Это может быть опасным для организма? Если, например, бесконтрольно это принимать? Конечно, это... То есть в любом случае все, скажем, то, что идет извне в твой организм, конечно, это можно, это опасность ведет, как и все. Это все нужно делать под контролем врачей, либо же, скажем, твоего же сенсея, да, то есть твоего учителя, который будет тебе правильно наставлять, как это правильно все делать, чтобы это... Для начала, прежде чем принимать эти, как все говорят, астероиды, химии, все остальное, сдаются анализы. Исходя из этого, то есть какие-то у тебя есть проблемы, там, побочки, да, уже назначается, скажем, курс, мы называем его. Карьера бодибилдера довольно короткая, ведь невозможно десятилетиями сохранять одну и ту же форму физическую, как бы мы ни хотели это, но годы берут свое. Как вы справляетесь с этим? Какое вы направление для себя, может быть, новое нашли? Вот вы сказали, что вы выступаете, расскажите об этом. То есть это вот становится вашей превалирующим видом деятельности, правильно? Нет, наверное, я не скажу, что превалирующий вид деятельности. Это больше как хобби сейчас еще. Ну, тут, наверное, 50 на 50. Дело в том, что я по образованию музыкант вообще. Я закончил музыкальную школу как пианист, музыкальный колледж закончил как дирижер. Вот. И получается, что я 2001 года, наверное, то есть, скажем так, пошел, как у нас в Хазахстане, всегда стоит бизнес. Вот. И сейчас, скажем, моя внешность с выступлением на сцене, это идет дополнение такое. Вот. И я получаю честно от этого кайф, когда идет и внешность, и, скажем, и какие-то твои данные. То, что касаемо, когда, вот, к примеру, я вижу своих, не знаю, там, одноклассников, да, каких-то вот людей своего возраста. И я когда вижу, говорю, почему вы так себя запускаете? Я говорю, почему вы за собой не следите? Ой, зачем уже возраст? Для чего? Зачем? Для кого? Я говорю, как для кого? Для жены. Для себя. Для себя, на самом деле, для себя. Вот. И мне говорят, ладно, вот ты для сцены это делаешь. Я говорю, это дело не в артистах связано вообще, нужно любить себя здесь. Да, конечно. Я первоначально, то есть, это начиналось, что ты выходишь на сцену, ты должен быть опрятный, с иголочки одет, и все. И это настолько потом вошло уже, скажем, в обиход в жизни, хотя иногда так хочется, когда смотришь вот на известных артистов, звезд, да? Когда они уходят в каких-то балахонах на улицу. Все скрывается, все недостатки. Вот. И так хочется отец. А вот уже, видимо, это привычка срабатывает, уже все. Ну, конечно, многие месяцы, многие годы вы этим занимаетесь, поэтому, конечно, это привычка. Я сам тоже хожу в регулярно тренажерный зал, и мне начинается фактически вот ломка от того, если я вдруг пропускаю там 2-3 дня, и я уже понимаю, что мое тело уже не так подконтрольно мне. Это прям, ну, это круто, это здорово, потому что это здоровье человека. Я всегда людям говорю, да, допустим, те люди, которые хотят, не знаю, ну, то, что, кстати, похудеть, да, допустим, лепить себе форму. Я говорю, то, что вы пришли в зал, это вам уже огромный плюс заставить себя прийти в зал, говорю. По-моему, это самое сложное. Это самое сложное, да, потому что, когда обычно, когда сидишь в компании, отдыхаешь, да, там гуляешь, и затрагивает тема спортзала. Ну, в данной ситуации вот то, что меня касается. Я говорю, давай, все, мы идем, мы идем, мы пойдем. Я говорю, да никто не пойдет. Вот завтра, вот в следующие месяцы, вот к весне. Да, да, да. Я говорю, все, давайте, вот я, допустим, в понедельник мы идем. Я говорю, все хорошо. Я звоню, что... Ой, нет, 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 нет. Я говорю, все, я вас понял, все, до свидания. Это, знаете, так как есть, не знаю, такой анекдот, что ли. Завтра ровно год, как я с понедельника начинаю бегать. Прекрасный анекдот. Ну вот, о чем вы мечтаете? Наверное, себя дальше развивать во всем... То, что касаемо искусства музыки, да, то, что касаемо спорта. Потому что как-то я услышал выражение, я не буду врать, не знаю кого, какого-то из одного, из какого-то артистов. И он сказал, что если... Это касаемо было артистов театра. Если человек, актер, считает себя, что он все уже умеет, что все уже знает, то, значит, он уже, как актер же, все, никакой. И я то же самое сейчас про себя говорю, что я хочу... Я очень много чего не знаю, я хочу больше, 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 учиться там, 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 знаете, как губка, которая впитывает все-все-все абсолютно. Постоянное развитие. Да. И я сейчас понимаю, что никогда не стыдно что-то переспросить или спросить. Даже неважно, пускай человек будет, скажем так, по возрасту меньше тебя, да. Это не стыдно. Мало того, это сила еще воли сказать, знаете, я не знаю, что это такое, расскажите мне. Да, стыдно просто сделать вид, что ты это знаешь и казаться дураком. Обмануть не только себя, но и других. Больше всего себя обмануть. Да, да. То есть вы мечтаете о том, чтобы постоянно развиваться, постоянно учиться чему-то новому и никогда не подумать о том, что вы чего-то достигли уже. А предела никогда его нет. Для кого-то предел вот, а вот это мне хватит, все. А я, допустим, честно, даже касаемо вот, да, зала, вот опять-таки, когда я первый раз пришел в зал, я, допустим, вот вижу, парни занимаются, я говорю, все, мне вот так, больше мне не надо, вот как вот до них дойти. Я дошел до их уровня, говорю, нет, это мне мало, мне это мало, хочу дальше. Вот, и все, вот эта лестница, она идет, и колесо закрутилось, и предела стопа нет, все уже. По-моему, это замечательно, когда человек постоянно развивается. Иван, спасибо вам большое, что пришли сегодня в гости к нам, что познакомили наших телезрителей с культурой бодибилдинга, рассказали об этом, думаю, многим это было интересно. Спасибо вам большое за сегодняшнее утро. Все, друзья, всем хорошего дня, бодрого дня, до свидания. Ну, а далее у нас в программе «Гороскоп». Узнаем, что звезды говорят сегодня. Неплохой день для работы сегодня у овнов. Вы хорошо понимаете, чего хотите добиться, и знаете, что нужно делать. А вот тельцам сегодня трудно будет сосредоточиться на работе. Отвлекают то мысли о домашних делах, то беспокойство о близких людях, то тревоги о будущем. Благоприятный день сегодня у близнецов. Особенно удачным он будет у тех, кто трудится вместе с единомышленниками, и всегда может положиться на них. Появится возможность найти надежных партнеров. У раков сегодня утро будет не слишком плодотворным. В это время можно будет обсудить с единомышленниками какие-то идеи, касающиеся отдаленного будущего. Серьезных проблем не возникнет сегодня у львов. Многое идет не так, как вы ожидали, поэтому приходится менять планы, приспосабливаться к новым обстоятельствам. Противоречивым и беспокойным звезды сулят начало дня девам. Вам нужно успеть многое и реализовать собственные планы, и помочь людям, которые в этом нуждаются. У весов сегодня этот день подходит, чтобы строить планы на будущее. Особенно долгосрочные. Вам нетрудно будет все правильно оценить и впоследствии сделать. Напряженным начало дня будет у скорпионов. Может показаться, что окружающие специально испытывают ваше терпение, пытаются вывести из равновесия. Чаще обычного звучат критические замечания. Важные вопросы сегодня могут обсуждать стрельцы. Лучше делать это в неформальной обстановке. Так вам будет легче найти подход к собеседнику. Благоприятный день ждет сегодня козерогов. Многое получится хорошо. Иногда вам даже усилий не приходится прикладывать, чтобы проблемы решились. Водолеям сегодня придется потрудиться. Многое может даваться труднее обычного. Если вы проявите настойчивость, то сможете добиться перемен к лучшему. У Рыб сегодня благоприятный день для обсуждения деловых вопросов. Не исключено, что вы найдете союзников, благодаря которым у вас появится шанс заметно улучшить свои профессиональные позиции. И снова мы с Яном вдвоем в студии. О бодибилдинге вы поговорили. А теперь тема, которая будет интересна не только мужчинам. Нет ничего лучше, чем овощи и зелень, выращенные на своем участке без добавления химии. Вот всякой химии, да. И, конечно, сейчас наступает пора посева рассады. Садоводы, огородники, конечно же, знают, о чем пойдет речь. Будучи богатый урожай, зависит от многих условий. Когда начинать готовиться к выращиванию рассады, какие емкости выбрать под посев, и многие другие вопросы в следующем репортаже. Дача – это наш доктор, это наша кормилица. И работая на даче, в таком возрасте люди чувствуют себя востребованными. Евгения Подберезная может о даче говорить бесконечно и ждет не дождется того дня, когда можно будет взяться за лопату и граблю. Работа на даче для 75-летней карагодинки – это то, что она не променяет ни на какие Турции и Египты, а выращенные собственными руками Побидорова сто крат вкуснее какого-нибудь заморского деликатеса. Только для несведущих в вопросе думается, что дачный сезон начинается где-то в мае, а заканчивается со сбором урожая. Зима – это, конечно, небольшой перерыв от дачи. Но конец января, начало февраля – это уже начало дачного сезона. Потому что сажаем рассаду, закупаем семена. В начале где-то февраля сажаются перцы и баклажаны, потому что срок вызревания у них намного больше, чем у помидор. Все подоконники в квартире Евгении Павловны заставлены рассадой. Понадобилось немало усилий, чтобы семена проросли и дали всходы. Но для этого необходимо несколько раз на день менять положение растений и правильно поливать. К концу февраля высаживала дачница помидоры, чтобы получить ранний урожай. Так вот, уже в первых числах апреля взошла такая рассада. Это острый перчик, его мы тоже так раз и переставим. Я смотрю, вы здесь даже подписываете, да? Обязательно, чтобы не забыть. Здесь написано «острый перец», здесь что написано? Здесь помидоры, здесь написано вот «грушовка», «буденовка», «бычье сердце», «буденовка», а потом «негритенок» и «бычье сердце». Они разные здесь? Да, разные, поэтому я их и подписываю. Но видите, вот бычье сердце тоже оно есть. Оно есть высокорослое, до 2 метров, а есть низкорослое. Хит 21 века – это низкорослое бычье сердце. У него высота до 60 сантиметров. И плоды, если оставить 2 или 3 плода на кусту, оно до 800 грамм. Но так его возьмешь, разрежешь – это такая вкуснятина. Выращивает дома дачница со стажем много чего, в том числе и клубнику. Она пока слабенькая и может не прижиться. От этого никто не застрахован. Уже через пару дней, говорит Евгения Павловна, она отправится на дачу, где начнет подготавливать почву для высадки. Ее обрабатывают и накрывают пленкой для прогрева. А уже в конце апреля рассаду начнет пересаживать в грунт. Потребуется вновь все укутывать пленкой, чтобы не застудить в нашем климате. И даже проделывая такую колоссальную работу, никогда нельзя заранее предсказать, на что будет урожай, а на что нет. Вообще, хорошее настроение и любовь к растениям – это очень много значит. Когда сажаешь с душой, когда ты любишь землю, и она тебе отдает. Ирина Вобещевич, Серик Тугаев, Наталья Заяц, 5 канал. Ну что же, время нашего эфира на сегодня подошло к концу. Желаем всем хорошего понедельника. И по традиции напомним, что запись эфира всегда можно посмотреть на странице в YouTube. Мы рады вашим комментариям и обратной связи. Всегда читаем и анализируем. А если думать о хорошем, то хорошее подумает о тебе. Ведь в жизни все взаимно. Всем желаем весеннего настроения и до встречи на пятом канале завтра в 7.00. Пока-пока. Кстати, я, знаешь, раньше не знал, что в окне, когда горит фиолетовый свет, я не понимал, для чего люди так подсвечивают окна. Оказывается, для рассады. Костя, рассадки. Слушай, у меня есть интересные соседи, у них всегда горит красность. Просто красность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова